Дисклеймер. Вы смотрите гайд от Вакарти. Все, что вы услышите, несет исключительно ознакомительный характер и не является призывом к действию. Это не юридическая и не финансовая консультация. В этом блоке мы разберем, как легально попасть в США. Виза в США делится на иммиграционный и неиммиграционный. Несложно догадаться, что первая категория виз предполагает длительное пребывание в США с возможностью последующего получения гражданства при выполнении определенных условий. А вторая категория ограничивает время пребывания в стране. Начнем с неиммиграционных виз. К ним относятся бизнес и туристическая визы, студенческая, рабочая, виза, выдающаяся участникам программы обмена, транзитная виза, виза для журналистов и виза для тех, кто работает в домохозяйствах. Разберем каждый из видов виз подробнее. B1 выдается тем, кто временно приезжает в США в бизнес-поездки, а B2 с целью получения медицинского лечения или для путешествия. По этим визам оставаться без основания дольше положенного срока негативно скажется на вашей визовой истории, настолько, что потом возникнут проблемы с получением следующей визы. В общем, здесь не так сложно. Получил визу, побыл в Штатах не больше, чем разрешено и уехал. Что касается студенческих виз, визу типа F выдают студентам академических программ, а студентам неакадемических, например, летних программ, визу типа M. Если вы, скажем, едете в США на языковые курсы, вам дадут визу типа F. Имейте в виду, поменять статус вы можете в любой момент. Главное иметь для этого обоснование. Например, петицию от работодателя, или подать на политубежище, вступить в брак и так далее. Насчет последнего. Если любовь всей жизни не найдете, но брака заключить все же захочется, предупреждаю, это плохая идея, об этом я расскажу чуть позже. Но небольшой спойлер. В этом случае вместо гринкарты вы рискуете получить до 5 лет тюрьмы и до 250 тысяч долларов штрафа за эффективный брак. Если статус до окончания обучения вы все же не поменяли, из страны придется уехать. Причем не позже, чем через 60 дней после окончания обучения. Возможно, вы уже завершили этап обучения и теперь работаете. Кроме поиска работы в США, вам придется пройти еще одно испытание получения визы. Они также бывают разных видов. H1B для профессионалов специализированных областей. К ним относятся, например, бухгалтеры, врачи, атишники и даже математики. L для сотрудников, которых переводят в американский офис. Если вы работаете в международной компании из своей страны, но работодатель очень хочет видеть вас в офисе США, он может подать петицию и тогда вы можете рассчитывать на эту визу. P для спортсменов и сотрудников сферы развлечений. Если кто-то из Штатов заметит, например, самого веселого клоуна, который смешит детей и не напоминает Пеннивайза, его могут пригласить в Америку как раз по визе этой категории. Сюда же относятся выдающиеся спортсмены. Q для работников сферы культурного обмена. Чтобы получить эту визу, нужно стать членом одной из международных программ обмена. Например, ICYE, International Cultural Youth Exchange. Visa R для религиозных деятелей. Да, есть и такое. И Visa O для людей с экстраординарными способностями. Виза категории J дается участникам программы обмена. Их не так много, но они все же есть. Например, по учебе. Только в этом случае вам нужно будет пройти отбор по программе, что тоже бывает непросто. Например, для молодых студентов первых-вторых курсов каждый год проводится программа Year. Year of Exchange in America for Russians. В рамках которой можно уехать в Америку на год. Тип визы C1D совсем не подходит для путешествия по Америке. Она выдается для сотрудников экипажа, которые проезжают через Америку в другие страны. Но знать, что она существует, все равно полезна для расширения кругозора. Журналистская виза I выдается репортерам и сотрудникам иностранных медиаслужб, которые едут в США по работе. Эта же виза дается команде, снимающей фильмы. Если же в США едет фотограф, который не планирует получать доход по своей деятельности из американских источников, ему вполне подойдет B1-B2. И последний тип визы, который я упомянул, B1-A3-G5. Выдается персоналу, нанятому человеком, который отправляется в США. Тип визы будет зависеть от визы нанимателя. Например, если в Америку едет дипломат, у которого виза A1-A2, то его шофер или повар будет подавать на A3. Если человека нанял сотрудник международной организации, то подавать няня или дворецкий будет на G5. А если нанимает сам гражданин США, то виза будет категорией B1. Перейдем к следующей категории – иммиграционные визы. Начнем с Family Based Visa – это воссоединение семьи. Вы можете подать заявление на иммиграционную визу, если у вас в США есть близкий родственник старше 21 года, который готов быть вашим спонсором. Подчеркну здесь акцент на словах «близкий родственник». Не каждый человек сможет подать петицию. Сейчас расскажу, кем этот спонсор должен вам приходиться. Визы, выдающиеся родственникам граждан США и держателям грин-карты, ограничены в количестве не более 480 тысяч в год. Близкими родственниками считаются родители и дети, супруги, родные, братья и сестры. При этом, если ваш родственник гражданин страны, он может подать на визу для родителя, ребенка, супруга, брата или сестры. Если же ваш родственник держатель грин-карты, он сможет подать петицию только для своего супруга или ребенка, не состоящего в браке. Если вы решили, что выйти замуж за американца и получить гражданство – самый простой способ, я предостерегу вас, что в Америке тщательно следят за основаниями заключения брака. А за фиктивный брак можно получить не грин-карт, а до 5 лет тюрьмы и до 250 тысяч долларов штраф. Возможно, вы смотрели фильм «Предложение». Там как раз об этом и рассказывается. При заключении брака между гражданами разных стран возникают вопросы, и миграционная служба убеждается, что брак основан на любви. Доказать это можно совместными фотографиями, переписками, выпиской телефонных звонков, совместным банковским счетом, общим имуществом и так далее. Раскрытие фиктивных браков – это приоритет миграционной службы. К тому же его заключение достаточно дорого стоит – от 20-30 тысяч долларов. Короче, если у вас есть родственники в США, вам повезло чуть больше, чем остальным. Если нет, переходим к следующему типу виз. Возможность получить одну из самых перспективных профессий 21 века доступна каждому. Речь идет о тестировщиках. Или, правильнее говоря, QA-инженерах. Простыми словами, это люди, которые находят косяки в разработках программистов и указывают им на них, чтобы они исправили свои косяки. Если ты хотел стать программистом, но боялся, что не получится, переходи на сторону тестировщиков и ищи баги в их разработках – сайтах, приложениях, играх и так далее. Подробнее об этой работе тебе расскажут на бесплатном вебинаре TestPro. Действующий профессионал поделится опытом, раскроет детали профессии и ответит на вопросы. Работа подойдет любому человеку. В TestPro ты можешь учиться онлайн. За 9 недель ты усвоишь достаточно практических навыков для работы, а потом тебе помогут грамотно составить резюме и успешно пройти собеседование. А если ты уже работаешь в этой сфере, у TestPro можно повысить квалификацию, соответственно, и зарплату. Они обучают и на русском, и на английском языках. Одна из прелестей и специальностей – ты сможешь работать удаленно. Не будешь тратить время на дорогу и вообще сможешь работать из любой точки мира. Выпускники TestPro работают в таких компаниях, как Google, Amazon, Facebook и Банков Америка, и зарабатывают больше 100 тысяч долларов в год. Представляешь, какие перспективы? На старте будет меньше, но потолка у айтишников практически нет. Чем ценнее ты будешь компанией, тем больше будешь получать. Ссылка под видео, записывайся на ближайший вебинар. Они их проводят регулярно. Employment – это трудоустройство. Сразу отмечу, что не все типы рабочих виз подразумевают впоследствии получить гринкарту. Но неважно, иммиграционная виза или нет, люди уже, будучи здесь, в принципе, при желании находят легальный способ остаться. Каждый год выдается около 140 тысяч рабочих виз. Чтобы переехать по работе, вашему работодателю, если вы работаете по найму, сначала нужно запросить подтверждение у департамента труда, а после этого заполнить петицию по форме Ай-140. Переезд по работе имеет свои подразделы. В первую очередь предпочтение отдается следующим категориям. Люди с экстраординарными способностями, которым будет достаточно продолжить заниматься своим делом, а находить работу не обязательно. Выдающиеся профессоры и исследователи, топ-менеджеры и управленцы. Чуть ниже установлен приоритет для профессионалов со степенью не ниже магистрской и людей с высокими достижениями в искусстве, науке и бизнесе. Еще ниже приоритет для обученных работников с опытом не менее двух лет, профессионалов, для работы которых требуется бакалаврская степень, и работников, чье обучение занимает меньше двух лет. Конечно, есть и другие категории, которые могут подать на эту визу, и их немало, это и религиозные деятели, и афганцы, служившие в США не менее года, сотрудники некоторых международных компаний и так далее. Следующий тип виз – это виза инвестора. Для того, чтобы ее получить, нужно внести или 1 миллион долларов в любую сферу, или 500 тысяч долларов в выбранную сферу, которая является приоритетной в плане развития для США. Еще один тип – adoption. Это усыновление удочерения. Получить постоянный статус могут дети до 18 лет, которых усыновили американцы. Причем страна, из которой ребенок, в этом случае значения не имеет. Сначала он получит визу, а потом и гражданство. Следующий способ – это тот, о котором вы, скорее всего, уже слышали. Лотерея Green Card. Или по-английски – Diversity Visa Program. Проводится каждый год. Для россиян, например, шанс быть выбранным чуть больше 1%. Но пробовать все же стоит. Тем более, это бесплатно. Обычно окно подачи – октябрь-ноябрь, а результаты можно узнать с мая. Цель программы – привлечь в США людей из стран, из которых мало иммигрантов. И ежегодно выдается 50 тысяч виз. При участии в лотерее стоит обратить внимание на фотографию. Пожалуй, именно в этом ошибается большая часть подавших заявлений. Теперь, когда вы имеете общее представление о видах виз, я остановлюсь на тех, что могут быть более актуальны с практической точки зрения. Часто происходит так, что человек приезжает по туристической визе, а потом находит способ остаться в Америке. Это не такой плохой метод попасть в страну, что называется, любой ценой, и уже на месте думать, как можно остаться на постоянное место жительства. Хорошо бы подумать об этом заранее, но и такая стратегия имеет место быть. Как обычно делают люди. У меня есть два знакомых, которые приехали в страну примерно в одно время. Чуть больше четырех лет назад. Входные данные примерно одинаковые. Они приехали по туристической визе в надежде остаться в стране. Первый из знакомых спустя полгода нашел девушку и влюбился. Дело дошло до брака. И сейчас у него уже есть гринкарта. Получается, он выиграл дважды. И жену нашел, и гринкарту получил. Я отмечу, что это был неэффективный брак. Они и правда любят друг друга. Второй знакомый пошел другим путем и подал заявление на политубежище. Он получил SSN, это social security number, и право на работу через год после подачи заявления. Но спустя столько лет его кейс все еще на рассмотрении. То есть он все еще не получил гринкарту. Это не значит, что находиться на территории страны для него незаконно. Он все еще ждет подтверждения статуса. Главное ощутимое различие заключается в том, что выезжать из страны нельзя. То есть выехать, конечно, можно. Но вернуться обратно уже не выйдет. Человек, подавший заявление на политубежище, находится в таком подвешенном состоянии. Приходится ждать исхода. Кейс политического беженца могут одобрить, а могут и отклонить. Если все проходит хорошо, выдают гринкарту. А если нет, могут и депортировать на родину. Если этот способ вас привлекает, и вы уже знаете, как можно обосновать необходимость вашего политубежища, имейте в виду, может случиться так, что придется не видеться с оставшимися в родной стране близкими несколько лет. Не каждый готов на это. А теперь немного про само политубежище. Его предоставляют людям, которым грозит реальная опасность на родине. Речь идет о преследовании из-за факторов, на которые человек не в силах повлиять. Их всего 5. Расовое преследование. Религиозное. На почве вашей нации. Из-за политического мнения. Из-за принадлежности к определенной социальной группе. Тем, кто подает на политубежище, нужно доказать, что находиться в своей стране им небезопасно. Это могут быть скриншоты полученных угроз, снятые побои и так далее. Есть один человек, который несколько лет назад поделился в социальных сетях тем, что его сексуальная ориентация отличается от традиционной. Получил кучу хейтерских комментариев и угроз и уехал в США. Внимание, это был не призыв к действию. Это лишь истории людей, которые нашли способ изменить свой статус. А теперь остановимся на способах въезда в США, которыми вы, скорее всего, воспользуетесь. Студенческая виза. Прежде чем получить студенческую визу, нужно поступить в учебное заведение. После подачи документов на визу вам нужно будет пройти интервью. И все. Америка для вас открыта на весь срок обучения. Имейте в виду, что в этом случае для поступления вам понадобится экзамен, подтверждающий знания языка. Ваш английский должен быть именно академическим. Просто разговорного, увы, не хватит. Исключение составляют языковые курсы. То есть, если вы приезжаете именно с целью выучить язык. Туристическую визу могут выдать на срок от 1 месяца до 10 лет. Для россиян обычно не больше 3 лет. Но по-хорошему, каждый из визитов не должен превышать 6 месяцев подряд. Если вы пробудете в США дольше этого срока, после выезда вы не сможете вернуться в Америку раньше, чем через 10 лет. И, конечно, это негативно скажется на вашей визовой истории. Но проблема будет решена, если за время легального пребывания в стране вы измените свой статус. Мы рассмотрели множество видов рабочих виз, но совсем не обговорили, как ее получить и как в этом случае будут складываться обстоятельства. Для начала вам нужно найти работу, а потом попросить работодателя заполнить для вас петицию по форме А129. После этого вы получите одобрение от департамента труда, заполните онлайн форму ДС160 и тогда следующий шаг – интервью. Виза действительно на срок до 3 лет, а потом ее можно продлить. Кстати, ССН в этом случае вам тоже выдадут. Самое сложное – найти работу на территории США и заграницы. Хорошо, если у вас есть знакомые предприниматели, в противном же случае нужно достаточно хорошо выделиться на фоне других соискателей. Получить эту визу непросто. Работодатель должен доказать, что найти работника в стране он не может, и поэтому вынужден привлечь иностранца. Виза талантов O1 и B1 и B2. Чуть ранее я рассказывал о визе талантов, и могло показаться, что получить эту визу обычному человеку не под силу. Это было сказано исключительно для того, чтобы вы рассматривали и другие варианты, и не переоценили свои способности. На самом деле самое важное – суметь доказать, что вы заслуживаете эту визу. То есть объяснить, что ваши достижения действительно значимы. Например, для ютуб-блогера таким подтверждением может быть серебряная, а лучше золотая кнопка. А для поэта несколько выигранных наград. Хорошо, если международных. Это лишь один из критериев, которые необходимы для того, чтобы стать успешным кандидатом на получение визы этой категории. Я привожу их в качестве примера. Всего критериев 10, а для получения визы соответствовать нужно как минимум 3. Профессорам и исследователям – 2. В общем, ваши достижения могут быть любыми, но чем выше, тем лучше. Но главной остается ваша способность их подтвердить. Подтверждением может быть получение национальных и международных наград или призов, членство в ассоциациях и клубах, для вступления в которые необходимы существенные достижения, публикации о вас, опыт судейства как индивидуально, так и в команде жюри, подтверждение существенного вклада в науку, образование, спорт, искусство или бизнес, подтверждение авторства статей, подтверждение того, что ваши работы представлялись на выставках, подтверждение того, что вы играли ключевую роль в выдающихся организациях, подтверждение того, что вы как профессионал получаете зарплату сильно выше рыночной, получение прибыли за ваши работы в сфере искусства. Например, если вы прекрасный дизайнер, получили несколько наград за свои работы, регулярно представляетесь на неделе моды, получаете прибыль за свою деятельность, активный участник выставок, то вероятнее всего сможете доказать, что достойна этой визы. Главное трезво оценивать уровень своих достижений и проверить, проходите ли вы минимум по трем критериям из перечисленных. Подробнее о визах мы поговорим с иммиграционным адвокатом Туяной Куписк из компании ACS Low Offices во следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok